Итак, мы беседовали с вами о научном взгляде на старость и о библейском взгляде на старость. Сейчас я предлагаю поразмышлять о различиях научного и библейского взгляда на старость. Ученые – народ наблюдательный, особенно когда они наблюдают за поведением старых, особенностями их поведения, изменениями их психофизиологии. В научном взгляде на секреты долголетия отмечается ценность духовных качеств, таких как оптимизм, терпение, любовь к людям, интерес к детям и молодежи, привычка мыслить и трудиться, жизнерадостность, отсутствие зависти, неподатливость мрачным настроениям. Наука все это признает и отмечает. Но дальше констатации этого факта наука идти не может. Она не может предложить, как эти качества получить. Вы понимаете меня, что прекрасно быть оптимистом. Ну а как этого добиться? Прекрасно не быть забистливым, зато быть терпеливым. Но как получить эти качества? Тут наука останавливается в молчании. Понимаете как? Что наука может самое большее констатировать, что вот такие качества хороши. А как получить неизвестно. Также наука говорит о противоположных качествах. Что очень плохо, когда о себе любви, ожесточении, осуждении других или страх. Что преобладает в пожилом человеке? Жадность или щедрость? Благородство или чувственность? Раздражительность или спокойствие? Любовь к поучениям или умение слушать? Превознесение прошлого или симпатия к настоящему? Лень или деятельность? Это тоже глаза открытые у людей науки. Но опять неизвестно, как бороться с этими качествами. Как сделать, чтобы люди были такими и не были такими? Вы знаете, что это такой интересный вопрос. Я наглядно увидела силу Божьего Слова. Когда я преподавала... Был такой период. Десять лет мы преподавали Библию в школах. Мы начинали с шестого класса и доводили детей до девятого. И когда я впервые пришла в шестой класс, то это было такое зрелище. Ребята не могли войти нормально. Влетали сначала чита ранцы, портфели, потом чита ноги. Потом кто-то на плечах кого-то въезжал. Кто-то попутно задерживался на дверях, покататься на дверях еще. Представляете, вот так вот. И все крики преподавателя, дети, иди спокойно, в порядок. Это бесполезные были сотрясения воздуха. Понимаете ли, после нашего урока, когда я сказала, дети, выйдите так и помните, Господь видит вас. Вы представляете себе, как они вышли? Я сама была поражена. Я сама не ожидала такого эффекта. То есть, перед Богом, само слово, Господь видит вас. Он видит вас и меня. Я была многом поражена, когда я преподавала деткам. Я была поражена их готовностью молиться и тому, что Господь все их молитвы исполнил. Всех детские молитвы исполнил. Да. Марина Сергеевна, для меня тоже было открытие. Вот когда я, как бы, узнал Бога, перед покаянием, будем так говорить, я сделал для себя открытие, что, оказывается, Господь не только знает, не видит меня, а знает, что еще на сердце у меня. Вот это для меня было огромное открытие. Понимаете? То есть, мой мир внутренний, он перевернулся полностью. Вот видите как. Так же это производит огромное действие на людей. А вот преподавание ваше было, это в какие годы было? И в светской школе, да? А, это было дивное время. С 85-го по 95-й. Как раз так. В обыкновенной школе? В обыкновенной школе. Значит... Ничего себе. История. Когда сейчас спорят, вводить, не вводить. Вы знаете, мы очень быстро организовались. Мы мигом образовали, у нас декан был, деканат был. У нас был список директоров, которые стояли на очереди получить преподавателя. Работали мы... У нас было 200 школ. 200 преподавателей. Набрали мы их в церкви. Это были бабушки и мамы учеников, которые учатся в этой школе. Я пошла туда, где учились мои внучки. Понимаете, как? И за короткое время такой был успех. Нас в школе признали. Другие учителя приходили. Пришел ко мне преподаватель музыки. Говорит, а что это вы такие за песни поете? Ну, я им дала сборники наши. Приходит учитель труда и говорит, что это мы табуретки делаем. Давайте-ка... Я решил начать с ребятами вырезать тайную вечерю. Вырезали, повесили в коридоре. Вот интересно, висит или нет. То есть, понимаете, это сразу оказывает влияние на всю школу. Директора наши тоже очень положительно относилась. И говорила, что вы часть нашего коллектива и так далее. Когда проходили какие-то у них там капустники и всякие... По случаям Нового года или чего-то с непристойными такими моментами. Вы знаете, что они мгновенно почувствовали что-то непристойное. Они приходили потом каяться. Простите, говорит, мы не успели перестроиться. Я учился в эти годы как раз. У нас такого по Библии преподавать... Это в Курске? Да даже не в Курске, даже в Рыбске. Это еще глубже. Нет, ну это не то, что по всей России. Просто была такая возможность. И она реализовалась в Ленинграде. Вот и реализовалась. Я даже про Москву не знаю. Вот. Вы понимаете, как все? Ведь когда... Вот это все различия, о которых я буду говорить. Я буду говорить о различиях, где Бог действует. И где человек действует. Беспомощность и державная сила. Как мы пошли-то в школу? Как случилось? Случилось и так, что, когда я уверовала, я пригласила подружку вместе Библию читать. Она говорит, а можно я переведу свою подругу еще? Через неделю она привела свою подругу. К концу года у меня было 25 человек. Мы не помещаемся у меня дома. Мы пошли в церковь. В церкви за следующий год стало 150 человек. И понимаете ли как? И тут вот кто-то такую мысль бросил, что мы можем пойти в школы. Уже 150 у нас как преподавателей есть. И мы попробовали. Первого мы забросили самую смелую девочку. И смотрели в замочную скважину. Как там? Съели ее или нет? Жива она или нет? И вдруг такой успех. И пускают, и разрешают. И сразу, значит, выдвинули мы этого декана. Тот на своем кабинете повесил адреса всех школ, телефоны директоров и очередь директоров. Все просили еще преподавателей. Представляете как? Потому что изменилась атмосфера в школе, дисциплина. Эти классы отличались. Я была свидетелем. Там что-то случилось. Протечка. Ну, в общем, федора воды на полу надо убирать. Кто? А наши классы, с которыми мы занимались. Они сами добровольно пришли эту воду все собирать. Другие никто не шевельнулись. А вот дальше плоды, после того, как люди выпустились, они дальше пошли в институты, в церкви они пошли? Вот те, которые... Вот тот класс, где я преподавала, они все в разных церквах. И включая преподавательницу биологии, которая давала мне свои часы, воспитательские часы, она отдавала мне. И с ней тоже беседовали многие, тоже она пошла в церковь. Понимаете ли? И это было четыре года. Потом четыре года я в другой школе. Я преподавала в интернате детям-сиротам. И когда стало все закрываться, то все это произошло внезапно и шумно. Я своих детей пригласила на Поклонную гору, на праздник Рождества. Там викторины, вопросы, призы. И мои дети там все призы собрали. Возбужденные, восторженные, с подарками, с всякими пожеланиями. Ну вот, и об этом узнали в школе или выше. Уволили учителя, директора, меня изгнали, класс расформировали. В общем, террор такой. Все, начался ледяной период. Очередной раз. Ледовый период. Да. Ну, даже раньше, но просто как-то мы держались до 95-го. То есть, вот такое время было. 10 лет. Как тот сказал, спасенные поколения за эти 10 лет. Так вот, мы говорили о чем? Что какое действие имени просто Божьего. Не говоря уже про преподавание, про чтение Библии, запоминание стихов. Я давала стихи наизусть доучивать из других классов, где не было преподавания. Ко мне прибегали ребятишки и говорили, я тоже стихи хочу выучить. Я выучил. И вот я оставила перед собой. Ну да, раз выучила, да. Из другого класса. Расскажи. И он мне наизусть какой-нибудь стих из Библии прочитает. Я говорю, ты веришь в это? Да. Ну вот, понимаете ли, я благословлю его. Так вот, главное-то различие, что человек без Бога немощен. Он написано, без меня не можете делать ничего. И в воспитании, и в образовании. Слово Божие предлагает нам совсем иной взгляд на старость. Божье Слово говорит нам. Мои дорогие, это очень важно. Имейте высокое понимание о самих себе, что мы, Слово говорит нам, мы дети Божьи. Христос в нас, вечность в нас и перед нами. Библия говорит, что Бог хочет дать нам покой. Вы знаете, да, и найдете покой душам вашим. Я пришел отпустить измученных на свободу. Знаете эти слова, да? И отпустить нас на свободу, насыщенными жизнью. Бог предлагает нам новое качество жизни, новые цели и задачи, новый тип поведения и характера. И Он избрал нас для Своих целей. Это, знаете что, это иной перевод известных слов, которые мы знаем. По его изволению, по своему изволению. По своему изволению. То есть, Он имеет цели. Его воли, Его желания. Он избрал нас по своему изволению. Что Он печется о нас. И еще нам сказано, что Он ведет нас тем путем, которым нам должно идти. Слышите? То есть, вот тут начинается все различие. Это взгляды на старость. Наука может констатировать. А Господь дает реальную возможность исполнить. Значит, что начинается? Что появляется нового совершенно в библейском взгляде на старость? Жизнь вечная. Это новое качество не только той жизни, которая вечная. Это новое качество той жизни, вот этой земной, мирской, которой мы живем. В притчах написаны такие слова. Любимый стих у меня. Путь жизни мудрого, слышите? Вверх. Чтобы уклониться от преисподней внизу. Поймите, преисподняя всегда внизу, всегда тут готова пожрать. Путь жизни мудрого вверх. Чтобы уклониться от преисподней внизу. Когда мы видим, что мы стареем, нам Божье Слово говорит, если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Вы понимаете ли, что наш дух, он не зависит от нашего тела. Потому что дух связан с Богом. И внутренний человек может обновляться день ото дня. Это обновление не зависит от того, что тело дреклеит. Это, по-моему, должно очень вдохновлять нас. Внутренний человек обновляется. Поэтому и цветет, как пальма. И обновляется в силе. Это Исаия. Потекут и не устанут обновляться в силе. А вот обновляется. Это можно же так же понять, как обновляется. Приобретает мудрость, допустим. Приобретает знания. Приобретает все. Там житейский опыт. Вы знаете, что? Вот есть понятие количества и качества. И мы знаем, что количество в качество переходит. Когда у тебя уже об этом ты подумала и это ты понимаешь, то у тебя мировоззрение уже меняется. Взгляд на остальное все меняется. И здесь предела нету. И лучшее у него всегда впереди. Я уже приводила эти примеры, что ожидание праведника – радость. Слышите? Мы, если ходим перед Богом, имеем Его праведность, то впереди нас ожидает радость. Что бы там ни было внутри – радость. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminari.com У праведников есть будущее. Мы уже вами говорили, что тех без будущего разрушается. И перед праведником поставлена великолепная безграничная задача – преобразовываться обновлением ума. Вот это обновление ума – это тоже касается внутренней со дня на день обновляется. Происходит это через обновление ума. Новые идеи приходят в ум. В характере, да, обновляться задача обновлением ума и обновляться в познании по образу создавшего его, по образу Божьему. Ну, вы понимаете, что это безграничная задача. Это тоже все размышления у меня связаны с патристикой, изучением отцов церкви. Они не были ничем связаны. Никаким вероисповеданием еще тогда не было. Кредо не было этого. Символа веры не было. Понимаете, поэтому они могли, читая Божье Слово, имеется в виду Ветский Завет, они могли размышлять и вот этими мыслями делиться. что они понимали, что сотворенные Богом по образу и подобию, даже грешные, даже падшие, но обновившиеся, покаявшиеся, крещенные, то мы начинаем возвращать себе это вот богоподобие. Мы стремимся к этому. Мы в мире с Богом. И мы изменяемся в соответствии с Ним, о ком мы думаем, о ком помышляем, кто нам премьером всеми служит. Понимаете ли, происходит это обновление, изменение. Ну, я говорила вам уже, что в каждом христианине есть нечто от Иисуса Христа. И поэтому это великая радость быть с христианами и видеть эти драгоценные черты. Вот одна из этих черт, вы знаете, христианская черта – терпение. У Иакова написано, что терпение должно иметь совершенное действие. Я тоже задумывался. Совершенное действие. То есть терпение должно влиять на все области нашей жизни. И на творчество, и на то, что мы делаем, и как мы с людьми обращаемся. Терпение должно воздействовать на всю нашу природу. Мы должны настроиться на долгое ожидание, в процессе которого и происходит осуществление ожидаемого. И уверенность в невидимом. Это бестерпение невозможно. Терпение, ожидание, упование. И дальше идет великое воздаяние. Евреям 10.35. Получение обещанного. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Если, конечно, не ослабеет. И нельзя ослабевать. У нас облака свидетелей. У нас примеры Божьей верности в собственной жизни. У праведника новый тип поведения. У праведника есть будущее. Апостол Павел удивительные слова писал. Вы знаете, когда говорит, что нас гонят, а мы благодушествуем. Он не зависит от событий жизни. Вы знаете, что он пламенел духом, находясь в темнице Иваковых. И он имел удивительное понимание Божьей вот этой связи, что, будучи верным здесь в темнице, он помогает этим верующим там, где-нибудь в Ефесе или Филиппах, вот эта связь, что церковь целая единая. И когда один член страдает, все страдают. И когда один член побеждает, церковь побеждает. То есть то, что он переносит, касается не его одного, а это во благо всей церкви идет. Слышите? Так это же потрясающе, что ты не только сам для себя что-то приобретаешь, но своей верностью и терпением и благодушием каким-то образом. Это мистическая такая вещь. Что мое духовное состояние, оно влияет на окружающих. Вот, 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 вот. Мы как-то касались этого. Мое духовное состояние. Знаете что, ведь ученые это видят тоже. Мы сами говорили, что человек вносит вклад в человечество, в культуру, когда он свое мировоззрение высказывает как-то. Оно делается достоянием общим. Вот. Так же и здесь твоя вера, она поднимает веру церкви. Вот. Вот. Ну и возрастать в духе и славить Господа независимо ни от каких обстоятельств, это и есть благодушиствовать. Только на слово какое хорошее. Благодушиствовать. Благодушиствовать. В испытаниях, в гонениях. Вот. Такое поведение, благодушие, создает доброжелательную атмосферу. Способствует генеративности. Помните, что это такое? Передача своих знаний и опыта. Поощряет просвещение и деятельность. Способствует духовному росту и достоинству окружающих. Так вот, значит, научная мысль, она может регистрировать факты старения, но она останавливается без научной мысли беспомощно там, где ответ находится только в Библии. Ну, например, все признают ученые, мы сто раз повторяли, интеллектуальную деятельность, роль умственного труда, да? Наука не идет дальше этого утверждения. Я вам говорила, что советы ученых, что если у вас нет предмета, о котором мыслить, то хотя бы решайте кроссворды, заучивайте стихи или изучайте иностранные языки. Но вы понимаете, что Бог все обеспечивает. Он дал нам Слово Свое и велел Его исследовать, запоминать, вспоминать, не забывать. Он оставил нам заповеди, чтобы мы вспоминали о Его смерти. Потому что это центр всей, я не хочу сказать, мировой истории, космической истории. И Бог обеспечивает привычку мыслить не только ученым, но каждому верующему. И вот понимаете ли, что то, что вся история церкви, она связана с тем, что Бог хотел Свое Слово донести до каждого человека. Силой тьмы старались этому помешать. Причем, послушайте, под каким предлогом. Первый переводчик библии на национальный язык, это был Джон Виклифф в Англии. Это будет 1380 год. И он перевел на английский язык. И не было печатного станка, переписывали от руки. Год ушел, чтобы один экземпляр создать. И когда там 10 переписчиков, 10 экземпляров, то Виклифф, будучи священником, посылал этих своих друзей, священников, по деревням читать отрывки из писания им. Вот прямо из книги. И лавина пошла на протеста и возмущение. Обвиняли Виклиффа, что он делает ужасное. Он невежественным людям дает Божье Слово. Да они, как будет выражаться потом один православный иерарх, который тоже был против того, чтобы слово давали простым людям. Да они в них пирожки будут заворачивать, эти листочки. Да они почтения не будут иметь. Так Библия торжественно выносится. Она в богатых окладах, с граценными камнями. Ее целуют, в ней встают. А так что будет? Никакого уважения. Вы понимаете ли, что я думаю, Господи, как чудно. Библия наша с закладками, с пометками, с записями, с ссылками. Чудо какое. Библия, на которой мы живем, которая у нас рабочий инструмент. И знаете, что в одной проповеди Виклифф в своей церкви сказал, есть опасность, что люди не должным образом будут относиться к священному писанию, если оно будет распространено. И он говорит, есть. И дальше он сказал великие слова. Ну и что? Ну и что? Это не значит ничего. Потому что Бог наметил это слово для каждого человека. Для каждого человека. И даже в этом Израиле, не знаю, там все ли грамотные были или не все. Вы помните, там посвященники вслух читали, и женщины с малыми детьми приходили слушать. Все учились из Божьего слова. Господь назначил это слово для каждого человека. Так вот, то есть Бог обеспечил наше с вами умственное развитие, необходимое для здоровой старости. Вы много с вами говорили о роли интеллекта в хорошем самочувствии. Так Бог это обеспечил, потому что Он велел изучать слово, бездонное слово, исследовать Писание. Он велел вникать в себя и в учение. Это Тимофей, знаете, да? Он велел нам различать добро и зло. И видеть противоположность духовного и душевного поведения. И видеть конфликт двух царств. Царствие Божие и царствие мира сего. Ведь вот какие мы умные должны быть с вами. Мы должны и газеты понимать, и экономику понимать, и кризисы понимать, и события жизненные понимать. Я всегда удивлялась, почему мой верующий отец читает так внимательно газеты. Он читал, кстати, особенно глазами. Он видел то, что там не написано. Я хочу еще сказать, что Бог велит нам. Не просто читать Писание, исследовать, вникать в себя и в учение. Мои дорогие, я долгое время не понимала, что такое вникать в себя и в учение. Вникать в учение понятно. А в себя-то что такое? А потом поняла, что... Отец мне заповедовал так. Он говорит, не смотри в себя, придешь в отчаяние. Смотри на Иисуса. Вникать в себя — это видеть свои неполадки. И в Писании оно как зеркало. Как якобы, зеркало. Ты видишь, там, у тебя тут вот испачкано. И тут что-то не в порядке у тебя. Понимаете ли как? Ты вникаешь в себя и в Писание, и заниматься с ним постоянно. И это будет назидательно и тебе полезно, и всем людям вокруг тебя. То есть ты будешь наглядно видеть, какие проблемы и как они решаются в слове. То есть я всегда буду чем поделиться с другими. Так вот, Господь требует от нас вникать в себя и в учение. Мы должны различать добро и зло, видеть противоположность духовного и душевного поведения и конфликта двух царств. Он даёт верующему человеку развенчивать мирские обольщения, поэтому праведники в старости плодовиты, сочные и свежи. Они и не поддаются этим обольщениям, и они видят эту пустоту и непотребство этих обольщений. Да, они распыляются на всё ненужное и плохое. Вы понимаете, то есть сам Господь, зная, как нам важно развивать свой разум, Он даёт нам это задание, давшее нам Библию. Она не просто так читается, она исследуется, она выписывается. И написано, даже нам рекомендация дана, выписывай изречение там на воротах, чтобы они у тебя были, в доме твоём были, детям рассказывай. — Рогозин пишет вот в своей книге, Марина Сергеевна, когда человеку, допустим, 50 лет, а у него организм 75-летнего человека. То есть, а Библия, она как бы концентрирует и делает всё гармоничным. И внешнее, и внутреннее, и духовное, и физическое. — Да, да, да. Вот, поэтому Господь сам трудится над нашим характером через Духа Святого, когда мы читаем. Вы понимаете ли, когда мы говорим это слово Божье, это очень, это буквально, это особенное слово. Оно зацепляется за душу. Очень важно, когда мы людям говорим о Господе, говорить словами Библии. Они имеют силу зацеплять душу, чем мы будем рассказывать о Библии или о своих отношениях с Богом. Это тоже очень удивительно. Это тоже я в школе поняла. Толкуешь, толкуешь, а потом словами Библии скажешь, и всё ясно делается. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok